Пилот автомобиля и будет дан старт на счет один. Поехали! И опущен белый флаг на старте. Всего лишь один заезд определит победителя сегодняшних соревнований. Таков наш регламент. Хотелось сказать, конечно, что главные испытания уже позади. У наших участников вновь далеко не так. Все было ради этой финальной битвы. Один заезд. Никакого права на ошибку. И напомню, дорогие друзья, вы находитесь на знаменитом, увлекательном масштабном шоу «Форсаж». Он проходит в рамках выставки обороны экспо этого 2014 года. Мы от всей души благодарим госкорпорацию «Ростех», ОАО «Авиасалон». Ну и, конечно же, ОАО «Линия имени Громова». Именно на этом гостеприимном аэродроме раз в два года проходит самое любимое, пожалуй, событие. Под названием «Международный авиакосмический салон МАКС». И все внимание на пару финалистов. У него место на 130 флагов «Феррари 438» возле «Италия». Итак, Александр Крутов доложил, что готов к взлету, готов к конке. Третий флаг находит в небо. Идет отрыв. Да, идет отсчет. Три-три. Что произошло? Неопущен флаг. Желтый флаг в руках главного судья «Феррари» как бы не завалась с места. Ее на концертной отметке встречает один из помощников нашего главного арбитра. Это называется «Фальстарт», дорогие друзья. Да, там тоже был желтый флаг в рамине. Это называется «Фальстарт». И выдержали нервы. Но в финал, что тут поделаешь? На космосе, допомни, никакого права проиграть заезд у наших участников нет. Никакого второго, и тем более третьего, уже не будет. Да, и по правилам сейчас автомобиль вновь занимает исходную позицию на своей полосе. Слава богу, что самолет не тронулся с места, остался на тормозах. Сейчас выставят автомобиль и будет дан повторный старт в финальной гонке. Так, с счастью, рекламент не предусматривает дисквалификации. Проведим, что в этом случае, иначе победа нашла бы своего героя безо всякого даже взлета. Что было бы досадно, конечно. Да, судьи сейчас, мы видели, ограничивались вынушением. Сказали, что давай, это нервы-то побереги немножечко. Сейчас все самое интересное впереди. Су-30 выводят двигатели на максимальный режим. На тормозах пошел отсчет. Внимание! Три, два, один. Отпускаем тормоза. Раз, и поехали! Давай! 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 Придется отыгрываться на линии полуфиниша 1700 метров дистанции. Прорывите, как одна секунда. Вот это отрыв. Су-30 в Сибири, где ему действительно нету ровных. Что вы говорите, не прошло. Вновь только. Сворот на горке сейчас будет пентирование с набором скорости. Ну, Александр Крутов, Виктор Топот, нужно набрать максимально 800 км в час на проходе на высоте 100 метров. Игорь Аптула, мы достиг селтопта, тормоз, останавливая свой пыль, развернулся буквально на пятки и без юза. Уходит к линии финиша, пытаясь, пытаясь, создаясь конкуренцию самолету, Александр Крутов, Су-30 в Сибири. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас мы видели, как не дали никаких шансов на форсаже, закончили эту гонку на скорости порядка 800 км в час. А я, к глубокому моему сожалению, видел поднятые вверх большие пальцы нашего главного судьи. Что означает, заезд прошел по правилам и победитель первого в истории автоавиашова «Форсаж» известен. И это зло... АПЛОДИСМЕНТЫ